Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Огромное вам спасибо всем за ваше благословение. И хочу назвать всех. И Ирину Орлову, и Наталью Смирнову, и Тину Горлинку, и Людмилушку, и Бибикаки, Надя Вундер, Рая Добронеску, Айко Фомина, и Виктория, и также Аманда, Илеонора, Антонина Яворская, Лилия Зибук, Зубик, Илеонора Томова, Марина Гокя, Госер, Джирен, Мира Мировая, Антонина Яворская, Мадиночка Курбанова, Наталья Ивашина, Лиза Влади, спасибо за все ваши рецепты, обожаю их читать, Валентина Демичева, сейчас все вам отвечу, Виктория Теплицкая, Алена Прошунина, Мариша Хаскина, Софиюшка, Майя Рамазанова, Ната Радостина, Татьяна Ярошенко, Светлана Матвеева, Наталья Архангельская, Светлана Кухаренко, Олечка Орлова, Галла Вейгель, Милена Лан, Миленочка у нас первый раз пишет, по-моему, да? По-моему, первый раз, до этого я не видела, чтобы Милена писала, из Страсбурга. Я рада, Миленочка, что вы вступили в нашу интернет-семью, теперь вы стали наша родная. Валентина Роско, Анна Кучеренко, Надя Вундер, Валентина, Джанар Молдоголива, Джанарочка, деткам привет, дорогая моя, у нее четверо деток, Джанарочка, деткам привет, моя хорошая, Лидия Демьяненко, Тома Прохорович, Кира Светлова, Михай Сбернея, Брейн Гали, Хелен Хаджиева, Любочка Антипина, Ириша, Гаяне Костанян, Ириша уже говорила я, Татьяна Кибет, Людмила Сорокина, Йоланта, Ёлочке, привет, и кто у нас, Олечка Толышинская, часто тоже мне пишут, Тала Иванова, тоже, это все мои интернет-стенки, Нелли Абалихина, Татьяна Кобзарь, Мелек Узденова, Дэн Олечка, Маруся, Масяня и все-все-все остальные, Натали моя, Натали Анжелочка, Зубайтушка, все-все-все девочки, всем привет и спасибо, давайте я отвечу на некоторые ваши вопросы, потому что это необходимо, ну, например, Наташа Смирнова спрашивает, как я убираю дома, с химией, без химии, и спрашивает девочки, какие вы натуральные можете делать средства, я дружу с содой, Наташенька, с нашатырным спиртом, с содой, с хозяйственным мылом, но, но, соды я мою вообще все, честно вам скажу, я и делаю раствор такой с нашатырным спиртом, я делаю и с перекисью водорода, я делаю ее и с уксусом, уксус также я использую для того, чтобы уборки убирать, теперь грибки убираю на раз, особенно после зимы балкон весь протираю обязательно, я обязательно провожу один раз в год по белку, по краску косметическую, это у меня всегда, сначала все прочищаю, а потом обязательно это делаю, что дома, что на даче, а это обязательно у меня, чтобы не было никаких грибков, ничего, дальше, иногда я, ну, порошки у меня детские в основном, и я люблю такие жидкие, что касается стирки, люблю ароматизаторы, но только израильские, мне сестра высылает специальную соль, соль со всеми минералами, и она ароматизирована эфирными маслами, вы видели, что у меня эфирные масла, поэтому, что бы я ни делала, я добавляю эфирные масла, особенно чайное дерево и другие, которые как антисептик работают, обязательно кладу, вот, также я использую для всякой дезинфекции спирт, развожу его немножко и также его использую, еще что, в самом крайнем случае могу немножко хлора использовать, но в самом крайнем, например, вот если в подъезде наплевали какие-нибудь подозрительные люди, ведь плюют в основном туберкулезники, вот тогда, да, тогда я беру хлор, покупаю, иду, развожу его и мою, чищу, вот как бы так. Дальше, Тина Горлинка, спасибо вам, и пишет она очень важную вещь, что она прочитала, что есть три растения, которые спасут мир, даже после глобальной катастрофы, Тиночка пишет, это Амарант, Сныть и Топинамбур, а мы счастливые люди, что все это имеем, абсолютно с вами согласна. Людмила советует нам прочитать 26-й псалом, девочки, откройте 26-й псалом и прочитайте. Девчоночки, спасибо вам за благословение, я все их принимаю, читаю и принимаю. Теперь пишет Элеонора, что-то там у нее зубками не то. Элеонорочка, 6% раствор перекиси я никогда не говорила, никогда. Элеонорочка, я рада, что вам нравится все, что я делаю, что все работает на ура, вы пишете. Перекись нужно использовать только 3%, да еще и разводить. Послушайте внимательно все мои видео, только 3%, мало того, в некоторых видео я даже показываю, что 3%, но еще и разводить. Дальше, следующий у меня вопрос был очень интересный. Ну вот вопрос, например. Какой амарант сажать? Декоративный, съедобный? Почти все сорта, Валюшка Демичева, почти все сорта амаранта съедобные. Дальше девчонки говорят, что нашли мне рецепт амарантового масла. Вот у меня есть видео, где я делала амарантовое масло, вот это видео. Я, кстати, его сейчас уже опубликовала под всеми видео с амарантов, я нашла. Девчонки мне помогли найти это видео. И там я рассказываю за рецепт, какой я делаю, но это не то. Все равно вот это вот, которое я купила, настоящее масло, оно совсем другое дело. Дальше. Следующий вопрос. Следующий вопрос мне задает... А, кстати, Томочка Прохорович, благодарю Катенька за просветление, у меня тоже доченька Мария с ДЦП. Поцелуйте от меня Мариюшку, это ангел, вы знаете, я вам сказала, это ваш ангел. И, Томочка, будьте осторожны, за вами следит ваш ангелочек. То, как вы будете ухаживать за этим ангелочком, как вы будете стараться, это будет ваш дворец, ваш дворец, сейчас я вот так поставлю, это ваш будет дворец в раю. Так что вам повезло, ваш ангел рядом с вами. Девочки, кому я приснилась там, мне говорят, что я приснилась и вроде бы как сказала, чтобы вернулась к первой любви. Нет, девочки, я не могу сказать, чтобы вы разводились с мужьями, никогда. Если вы замужем, а замужем я имею в виду венчаны, если вы не венчаны, то вы не замужем, а вы грехе живете, грешите. Я говорю про тех, кто замужем, никогда в жизни не разводитесь. Старайтесь до самого последнего, я не говорю терпеть, если, конечно, распускают руки, понятное дело, все, до свидания. Следующий. А я говорю о том, что если беда с мужем или еще что-то, то нужно бороться за родного и близкого, потому что вы обещали быть с ним и в горе, и в радости. Поэтому я никогда не посоветую вернуться к первой любви, ко второй, к третьей. У первой любви же может быть уже совсем другая любовь, теребить душу, зачем это? Нет, у нас свой путь. У многих была первая любовь. Первая, первая. Так, теперь Людмилочка Сорокина задает очень такой серьезный вопрос. А, кстати, сейчас еще Яланту прочитаю. Аллилуйя, Катрин. Аллилуйя, Ялантушка. Ты мне как сестричка Божия. И ты мне. У нас много общего. Очень рада, что нашла тебя. У нас продают семена и муку Амарата. Могла бы вам прислать. Я, Ялантушка, и я собираю свое, потому что я знаю, что я туда никакую химию не добавляю, и поэтому мне очень удобно. Я свое, только свое делаю. Дальше. У меня 67 коз, пишет Яланта. Будь благословенна, ты есть благословение. Привет мужу и сыну твоему из Литвы. Обязательно передам. Вот так вот делаю пальчик. И дальше пишет Людмила Сорокина. Послушайте, что пишет Людочка. Вот. Вот сейчас она будет. Вот она, Людмилочка Сорокина. Показываю ее комментарий. А теперь я прочитаю его и отвечу. И наведу на Библию, потому что вопрос был именно по поводу Библии, девочки. Сейчас. Людмила пишет. Господь один, а понимание и почитание у всех разное. Цель любить и жить им. Но все же много сект, которые тоже говорят о Боге. Многие заблуждаются и совершают непоправимое. Хотелось бы, чтобы люди научились понимать и отличать. Не хочу никого обидеть, но и Яковы, свидетели, всегда начинают с вопроса. Вы верите в Бога? Или вы читаете Библию? Лично мне не хочется с ними говорить. Мне бы хотелось узнать ваше мнение. А как вы думаете? Знаете, ко мне один раз действительно пришли, прямо домой пришли свидетели и Яковы. Я с ними провела, честно вам скажу, беседу. Ну вот мне интересно все было узнать, поскольку с их точки зрения я их выслушала очень внимательно, поскольку я-то в Библии уже много-много лет и просто растворяюсь в ней. Поэтому мне все ясно, что написано. Мне интересно было узнать, что они хотят. Вот и знаете, что я выяснила? Ну, поскольку я филолог, я подхожу к Библии с филологической также точки зрения и много чего знаю. Они говорят, смотрите внимательно, они говорят, что Христа не распяли, а на бревне. Вот знаете, как делается утверждение, что кто был вдохновлен, ну и что был такой кол, да, вертикальный столб или кол, они говорят. Кол или столб, они говорят. Или же свая, ставрос в классическом греческом языке означает просто вертикальный столб или кол, слово ставрос, так? Или свая, используемая для фундамента. Далее делается у них утверждение, что те, кто был вдохновлен записывать христианские греческие писания, пользовались общепринятым койне, греческим языком, и употребляли слово ставрос в том же значении, какое оно имело и в классическом греческом. И вот приведенная аргументация является обычным софизмом. В основе его лежит грубое логическое нарушение, подмена термина. Понимаете, тут идет у них подмена термина. Я это уловила, и я это им опоказала. Они были в шоке. Они не знали, что они напали на филолога. Классический греческий язык был в IV веке до Рождества Христова. После завоевания Александра Македонского начинается там эпоха эллинизма. И для культуры там характерен синтез греческий и местных восточных культур. Рим разгромил Ахейский союз, установил господство над всей Грецией там. Ну, в общем. И римляне переняли у карфагинян, это еще во II веке до Рождества Христова, римляне переняли у карфагинян самый жестокий вид казни – распятия. Вот это распятие они переняли у карфагинян. Орудие это получило название крукс. Круксис. Казнь эта считалась самой позорной и применялась только к рабам, а в провинции – к тем, кто не имел римского гражданства. И вот в связи с утверждениями представителей секты, или я не могу утверждать секта, не секта, я не знаю, Господь Бог – один свидетель, который себя называет свидетелем Иегова, нужно поставить и разрешить вопрос, какой вид имела это страшное орудие казни. Вот если вы спросите их, вот какой вид, они скажут вам, не крест, они вам скажут – бревну. Понимаете? А имеется достаточно исторических, археологических данных, что крукс имел несколько форм. Крест в форме буквы «Х». Крукс, дикусата, он получил название Андреевского креста, по преданию на том кресте мученичество принял апостол Андрей Первозванный. Иногда римляне применяли крукс симплекс, переводится от слова «симпл». «Симпл» на английском простой. Крукс симплекс – это крест простой, несоставной, столб без перекладины. Применялся крукс еще камисса или потебулата, крест в форме буквы «Т». Он имел три конца и состоял из двух брусьев, один из которых накладывался над рукой под прямым углом. Потом крукс имиса или капитата, крест четырехконечный, короткий горизонтальный брус под прямым углом. Ну, в общем, я об этом могу говорить. Эта форма креста подразделяется на называемую греческую или квадратную, в которой поперечная балка равна продольной. И таким образом крест получается вид крестика. И на латинскую, у которой продольная балка, значительная длиннее и поперечная. Так что крест имел форму нашего вот этого креста христианского. Крест, на котором умер спаситель по господствующему в церкви преданию. Он был четырехконечный, четырехконечный. Крукс и миса, именно и миса. Откуда я это знаю? Откуда? Или его еще называют капитата. А я вам скажу, что был такой Голубцов, он изучал церковную археологию. И вот он, изучая ее, он как раз нашел указание Святого Евангелия. Там было написано так конкретно. И была над ним надпись. Помните над Иисусом надпись? Это от Луки 23, 38. И я им это сказала. Они от меня очень быстро отстали. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Итак, раз была дощечка с надписью, была над пригвожденным кресту спасителем, это исполнимо только тогда, когда над горизонтальной перекладиной выступает конец вертикальной балки. Так, что был крест. Крест был, именно крест, а не просто, как они говорят, столб. Вот представители этой организации, скажем так, они говорят о столбе и умалчивают о других виде орудия распятия. Пытаются у несведущего человека вызвать впечатление, что это была единственная форма. Однако есть, они не знают, что есть церковная археология. И данные, вы знаете, что такое церковная археология? Это когда раскапывались, ученые находили и доказали, что именно на кресте был распят. Кроме того, найдены и вещи Иисуса Христа и все такое прочее. И потом многое, что они во имя Отца и Сына и Святого Духа, они это нет. А это ясно написано везде в Библии. Поэтому, дорогие мои, по этой тоже причине, но это как филолог я подошла к этому, показала, рассказала, и им стало я неинтересна, потому что им пришлось искать кого-то другого. Поэтому эти утверждения представителей, что апостолы употребляли слово «ставрос» в том же значении, какое оно имело в классическом греческом, это неправда. Вот так вот. Там было именно, христиане располагают данными, именно был распят Господь Бог, Иисус был распят, не на столбе, девочки, не на столбе, а на кресте. Вот так. Поэтому тут полностью расходимся. И я им показала, рассказала. Они, а вот тут вот посмотрите, я говорю, а вот тут, раз в Библии в одном месте написано, перевод значит вот такой, но этот столб можно перевести несколько раз, если кто знает филологию. Поэтому никак мы с ними здесь разошлись, просто разошлись. Надеюсь, что я вам по Библии ответила полностью, досконально, скажем так. Вот. Литве привет, Елантушка, да? Дальше. Олюшка, вам привет тоже. Тала Иванова, всем привет. И вот так, когда начинаешь отвечать на вопросы, конечно же, всем, девочки, невозможно ответить. Теперь по поводу, хотела бы ответить по поводу, ну, ладно, наверное, это я вам расскажу в следующем. Там тоже был один вопрос интересный, я, наверное, в следующем выпуске расскажу про этот вопрос. Вот. Девчоночки, Мадиночка Мирабова, большое вам спасибо, Натали Килёва, что вы меня поддерживаете, ваши сердца меня согревают. Татьяна Капустина, мои вы хорошие, мои вы любимые. Еленочка Захарова тоже. Спасибо за ваше, за ваше, вы написали мне здесь рецепт. Вот, сухие семена амаранта перемолоть, залить, например, подсолнечным маслом. Я так делала, Леночка, это не то. Вот, посмотрите мое видео, Лен, посмотрите вот это мое видео, там я сбросила внизу видео позапрошлого года, или прошлого года, где я рассказывала такой же рецепт, который вы мне дали. Не-не-не, на водяной бане, да, это все понятно, я такие такое делаю. Но нет, нет, Леночка, вот, которое я купила масло, это масло супер. И именно холодный отжим. Я так хочу найти такую мини-какую-то маслобоечку, мне бы, маленькую, небольшую. И я бы могла делать эти масла. Так, дальше. Анна Иванова, большое спасибо. Дальше. За рецепт большое спасибо, девчоночки. Вот здесь Леночка Захарова написала рецепт. Прочитайте, может, вам пригодится. И у меня под каждым видео, вот здесь, где про амарант, я написала рецепт масла, как я делала. И там как раз вы увидите, я у себя на даче показываю амарант, именно мой собственный, в живом виде, как он растет, какой он есть в природе. Вот. Еще какие вопросики, сразу пробегусь. Девочки, большое вам спасибо за все рецепты. Очень важно оставлять рецепты, потому что все читают. У нас получается журнал за поддержку. Огромное вам спасибо. Вы, я просто улетаю. Марина Трофимова, большое спасибо вам за рецепты. Вы рассказываете и про золотой молочко, и про все-все. Дальше. Вот Татьяна Чижова пишет, как часто так бывает. Вчера поставила проращивать семена амаранта, как сегодня с утра уже смотрю ваше видео об амаранте. Благодарю. Вот так вот мы иногда, бывает, сходимся. Далее. Будкувейны. Привет вам, моя хорошая. Так, дальше, девочки, спасибо Кудря Мудря, спасибо Нелли Абалихиной, спасибо Лалина Торовик, спасибо Натали Моя, Натали Нелли, спасибо Наталья Брюхова, спасибо Аджар. Я принимаю ваше благословение. Вы написали мне, пусть вас сопровождает женское и материнское счастье. Спасибо вам большое. Люда Люда, Меликян Лилечка, спасибо вам, родные мои. Лариса Люда, Сол Лютия, спасибо. Ирина Пивоварова, большое спасибо вам за все, что вы пишете. Анна Ивановна, спасибо. Анастасия Пугачева, молодец, умничка, всегда меня поддерживает. Наталья Белоусова, спасибо вам большое. Девчоночки, Александра Раковская, Дэн Ольга, Татьяна, Анжела Елена, всем большое надежда, большое вам спасибо. Лидия Тихолас, спасибо вам. Я вас всех люблю и обожаю. Алтынай, огромное вам спасибо. Тамарочка Котова и всех, кого я не перечислила. Девочки, я вас всех читаю. Я вас всех люблю. И я вам всем желаю, чтобы ваши детки не болели. Вы просите меня о молитве. Я обязательно молюсь всегда обо всех вас. Это обязательно. Потом спрашивали меня, как вы благословляете. Девочки, благословлять на самом деле очень просто. Например, я беру Псалом 19. Это благословение всем. Вот откройте Псалом 19 из Библии. В Библии он есть. Вот. Уже поскольку у нас тема такая библейская, вот возьмите в Библии. В серединке есть Псалты. Откройте Псалом 19. Я не весь читаю, а беру то, что мне нужно. Например, стих 2, стих 3, стих 5, стих 6, стих 7. Это мои любимые стихи благословения. И говорю так. «Да услышит нас Господь в день печали». Но сейчас я буду говорить за всех нас. Потому что я хочу за всех нас сказать. И благословение произнести на всех нас. Приготовьтесь, можете повторять. И у нас получится такое сильное благословение. Это я беру, ещё раз говорю, Псалом 19, стих 2, стих 3, стих 5, стих 6 и стих 7. «И применяю на всех нас. Да услышит меня Господь в день печали. Да защитит нас имя Бога Яковлева. Да пошлёт нам помощь. Да даст нам по сердцу нашему. И все намерения наши да исполнит. Да исполнит Господь все прошения наши. Господь спасает помазника своего. Отвечает ему со святых небес своих. Аминь». Вот это я обязательно говорю. Следующее благословение, которое я беру, это Псалом 143, девочки. Я беру стих 1, стих 2, стих 12, стих 13, стих 14, стих 15. И смотрите, как применяю для наших детей, сыновей и дочерей, я этот стих. «Благословен Господь, твердыня моя, милость моя и ограждение моё, прибежище моё и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Да будут сыновья наши, и тут я добавляю, и дочери наши, как разросшиеся растения, здоровы, благословены, радостью в нашей жизни и благословением в старости нашей. «Да будут житницы наши, полны обильно всяким хлебом», дальше добавляю, «Да будет преисполнен в преизбыточестве дом наш». Стих 14, «Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах наших, да не приблизится к нам никто даже со злыми помыслами». Это я добавляю всегда. Стих 15, «Блаженны мы, народ Божий, у которого это есть, я принимаю это. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аминь». И это я принимаю для нас и для нашей семьи. Следующий я беру, Псалом 91, и читаю стих 13, 14, 15. «Праведник цветёт, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания, насаждённые в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Мы цветём во дворах Бога нашего. Они и в старости, мы и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нём. Аминь». И дальше я читаю Псалом 18, стих 15, Псалом Давида. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь». Помоги, Господи, мне и всей моей семье, всем без исключения моей семье, моим родным и близким, а также моей интернет-семье. Все, кто подписан на меня, кто со мной постоянно изо дня в день, Господи, благослови их и их детей. И кто-то только что присоединился. Господи, благослови их. Дай им здоровья, дай им процветания во всех сферах жизни. И финансово, и экономическое, и во всех, где бы они ни были, во всех уголках нашего земного шара. Аминь. Ты, Господь, Бог единый. Ты, Господь, Бог вседержитель. Ты, Господь, Бог, который создал небо и землю. Ты поможешь нам. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Все. И вот так вот, девочки, я молюсь за вас. Всегда. Но я меняю слова. Я беру иногда другие. Из псалмов. Все беру из псалмов. И провозглашаю. Очень люблю Иисусову молитву. Отче наш. Где он четко сказал, как надо молиться. Но с Отче наш я и кушать готовлю. Я убираю, пою эту молитву. И всегда я с ней. Всегда. Ну, а я вас всех люблю. Будьте здоровы. Воронежу привет. Кривому Рогу привет. В Москве. Всем девчонкам из России привет. А также Казахстану, Азербайджану, Армении и Грузии привет. А также девчонкам из Чеченской Республики привет. И моим чеченочкам, которые по всей Европе. Всем привет. А также моим немочкам и из Германии, и из России. И всем-всем-всем привет. Привет. Также привет Туркменистану. Привет Азербайджану. Привет Испании. Норвегии. Привет Турции. Девочки, привет Соединенным Штатам Америки. Всем-всем моим девчонкам, которые оттуда пишут. Привет Ирландии. Великой... Вообще всей Великой Британии. Кроме Ирландии и Северной Ирландии. У меня оттуда тоже пишут. А еще и Шотландии, и Вейлсу, и Англии. Всем девчонкам привет. А также мне из Арабских Эмиратов пишут. Вам большой привет. Девочки, о вас я всегда помню. Даже из Португалии, Испании. И из Нидерландов, и из Норвегии. Девчонки из Австрии пишут. Всем вам привет из всей Припалтики, и Литвии, и Латвии, и Эстонии. Всем привет, всем процветания, всем здоровья. Вас всех люблю. Целую, будьте благословенны. Вы и ваши дети. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok